всем привет и добро пожаловать на мой youtube канал я рада вас приветствовать заранее хочу попросить прощения за мой странный голос и за то что иногда я буду шмыгать носом я сейчас немножко приболела но в общем-то отчаиваться я не хочу потому что нужно во всем искать позитив сегодня я хотела бы поделиться своими первыми впечатлениями на косметику от джорджио армани а именно о палетке четверки теней а также о губной помаде давайте я расскажу немножко вам о данных продуктах у джорджио армани вышли новые палетки четверки теней и в связи с этим я решила приобрести себе одну и конечно же протестировать ее идет она в черной картонной коробке в которой написано название написан номер расписаны ингредиенты когда вы открываете данную картонную коробочку вы видите надпись the new texture gives you the freedom to create your own eye design упаковка черная глянцевая такая асимметричная если вы обратите внимание то ничего нового в форме оформления коробки нету это такая же шайбочка как у них были раньше это у меня кстати говоря бронзер от джорджио армани естественно на ней будут оставаться какие-то отпечатки с обратной стороны когда вы переворачиваете написан номер здесь номер 2 event premiere так как здесь идет 4 оттенка теней и все четыре отсека разные по форме и разные по величине расписано сколько грамм какого продукта то есть у вас идет 10,6 грамм 2 0,8 грамм 3 1 грамм и 4 1,2 грамм пилы в данных тенях не одинаковые сделано во франции когда вы открываете палетку она открывается не до конца как в принципе и все палетки от джорджио армани вас идет довольно большое зеркало как всегда наклеечка которую вы можете отклеить вы можете поднять ярус с тенями и внизу лежат кисточки это такие как кисточки спонжики ну и конечно же сами оттеночки оттенки мега натуральные я бы сказала что эта палетка очень натуральных коричневых молочных оттенков очень красивый бежевый кремовый оттенок тауповый серенький коричневый и темно-коричневый все оттеночки идут с сатиновым финишем как вы можете заметить переносятся на пальцы очень пигментированно также и на руку когда вы переносите все оттенки переносятся мега пигментированно по ощущению данные тени очень кремовые очень шелковистые невероятно приятная формула у данных теней следующий продукт у нас идет губная помада идет в черной коробке сверху написан оттенок сбоку вы можете видеть все ингредиенты помада идет в красном футляре с серебряным логотипом очень красивая с обратной стороны естественно вы видите номер это номер 200 экстазе шайн здесь 3 грамма продукта кстати говоря 3 грамма продукта для губной помады это ну блин не так уж и много обычно в губных помадах идет около 3 4 с половиной иногда 4,2 грамма продукта сам футлярчик идет с магнитной крышечкой она сама защелкивается внутри вы можете видеть сам оттенок она коричневая я бы сказала такая даже темно-коричневая может быть слегка слегка у нее такой холодный потом очень увлажняющая я для вас ее специально раскручу чтобы вы видели сколько продукта идет внутри как вы видите его совсем совсем немного вот даже меньше чем верхушечка вот эта черная часть помады очень кремовая текстура очень масляная такая она очень блестящая дает очень глянцевый финиш она полупрозрачная она не даст вам сильно большой пигментации цвета то есть кожу она не перекроет кожа ваших губ все равно будет просвечивать это можно увидеть прямо на руке но в общем и целом сама помада не обещает ничего такого она в принципе просто для увлажнения сделана данная помада тоже во франции как и палетка давайте я вам покажу как я делала данный макияж глаз и губ и тогда продолжим сначала я нанесу как обычно свой любимый праймер у меня праймер от tom ford теперь нанесу пудровую часть для того чтобы тени распределялись более равномерно возьму я наверное может быть вот этот оттенок такой сероватый на кисть от мак это кисть номер 217 у меня уже все названия стерлись на этой кисточке и попробую затемнить складку века я беру на кисточку совсем капельку беру кисть бочонок от tom ford это номер 14 и возьму самый темный оттенок из этой палитры попробую нанести в складку века и растушевать темные тени тушуются чуть-чуть сложнее но все равно тени довольно таки мягкие возьму плоскую кисть от tom ford и возьму вот этот вот молочный оттенок нанесу на все века кстати цвет не очень светлый такой достаточно темноватый нанесу его немножко под бровь теперь возьму черный каял это у меня каял от ив сам лоран в оттенке 1 он черный и пройдусь по зоне роста ресничек под тушу эту стрелочку под тушу я стрелочку кисточкой от tom ford в номере 12 скошенная кисточка возьму кисть бочонок и возьму вот этот вот коричневый оттенок и пройдусь немножко по верхней границе этой стрелочке вот этот коричневый который идет вот здесь который средний он идет с небольшим шиммером если честно он намного мягче чем вот эти два оттенка он идет прямо как по маслу растушевывается супер и очень сильно пигментирован очень сильно немножко вывожу опять в уголочек глаза и потушу пройдусь немного черным лайнером от tom ford и скорее всего я буду проходиться вот этим кончиком который потоньше и только где у меня находится ресничный край чтобы затемнить эту зону подготовить ее к туши и накладным ресничка так возьму я новую упаковку своих любимых люр камео давайте наверное поработаем с нижним веком возьму я наверное для начала возьму вот этот вот оттенок коричневый и нанесу вот сюда теперь возьму самый темный оттенок вот этот пройдусь по краю нижнего века как бы продолжая рисунок макияж глаз на верхнем веке кстати тени темные слегка все-таки осыпаются поэтому будьте аккуратны возьму самый светлый кремово-бежевый оттенок и пройдусь вот здесь ближе к началу слегка подсвечивая это место двигаемся к макияжу губ и на очереди у нас экстази шайн она отдает каким-то бордовым на самом деле в жизни она прям вот темно-коричневая и насколько я поняла она просто увлажняющая я думаю что мне скорее всего нужен карандаш карандашка от armani у меня нет как думаете в тонн не в тонн это карандаш от 6 и до и знаете мне дали в подарок точилки от джорджи армани причем дали их я не знаю штук пять наверное они так круто точно зеркальце которые мне тоже подарили в джорджи армани давайте попробуем сделать немножко контуру теперь я смягчу все это дело пахнет мне кажется ли она пахнет шоколадом или чем-то таким сладеньким это не тот оттенок который будет выбеливать вам зубы сразу говорю поэтому для такой помады у вас должны быть очень красивые белые зубы не могу сказать что сильно желтит зубы но чуть-чуть есть я давно не отбеливала зубы поэтому скорее всего под такую помаду нужно все таки немножко зубы отбелить она очень приятная не липкая и очень увлажняющая прям мега увлажняющая прям такой глянец как будто я нанесла какой-то блеск для губ а не помаду что же я могу сказать о данных продуктах тени для глаз палетка она очень классная на самом деле я не понимаю людей которые говорят что вот коричневые тени нюдовые тени надоели ну честно говоря мне кажется нюдовых палеток никогда не не может быть достаточно на самом деле они отличаются все оттенки отличаются к тому же данная палетка она не совсем матовая очень красивый сатиновый финиш и на глазах смотрится мега дорого и мега круто они очень хорошо переходят друг в друга получается очень красивый вечерний макияж я думаю что с данной палеткой можно легко сделать и дневной макияж если использовать все оттенки кроме самого темного и если не затемнять черным цветом мне кажется на каждый день любой девушке абсолютно подойдет почему у меня в принципе вообще пал выбор именно на данную палетку там их было много там была одна черно-серебряная были где были и синие тени и оранжевые и зеленые и рыжие мне показалось что данная палетка я все-таки буду пользоваться она более универсальная чем все остальные по-моему 5 или 6 палеток их вышло и они все очень красивые ну просто я посчитала что самая носибельная будет как раз таки именно это стоит ли она своих денег вот здесь я немножко сомневаюсь потому что стоит она 79 евро если не ошибаюсь и здесь очень мало продукта по граммам то есть если посчитать если все все рефилы вместе посчитать 3,6 грамм это ну это мало потому что в тенях tom ford coco mirage 4 оттенка и там 10 грамм продукта 10 здесь все-таки здесь все-таки 3,6 это ну мало за такую цену и стоят они даже дороже палетка от tom ford стоит 74 70 75 в зависимости от того где вы ее заказываете эта палетка стоит 79 евро ну такое же качество можно в принципе найти у tom ford точно и у них больше грамм в палетке и стоят они примерно так же поэтому советовать на сто процентов не могу если вам нравится giorgio armani если вы коллекционируете косметику если вы пользуетесь косметикой на каждодневной основе то тогда покупайте потому что тени качественные и тени красивые очень красиво лежат на глазах очень красивый получается с ними макияж но по граммам честно говоря своих денег не стоит поэтому двоякое ощущение палетка понравилась но слишком дорого на данный момент эти тени получаются дороже по грамму чем тени от tom ford следующий продукт это губная помада это конечно все замечательно мне безумно нравится вот эта магнитная история которая сама по себе закрывается все супер очень красивого красного цвета нереально крутой оттенок еще добавлю очень красивый финиш такой вот глянцевый конечно же я ее допользую до конца но я считаю что это немножко баловство потому что здесь всего лишь 3 грамма и она не стойкая это не та помада которую вы намазали и забыли про свои губы нет вам все время придется подправлять вы что-то покушаете вы съедите вашу помаду если вы поцелуете кого-то вы оставите след это будет оставаться везде и честно говоря я считаю что за нестойкую помаду все-таки немножко дороговато по граммам слишком мало скорее всего я себе больше такую помаду не куплю выйдет еще одно видео с лимитированной коллекцией у джорджа армани которая называется holiday это рождественская коллекция там будет одна из таких помад она будет немножко другого оттенка и вот эти две помады я допользую и еще раз покупать их вряд ли буду стоит ли данная помада своих денег я считаю что не стоит слишком дорого хотя очень красиво и очень красивый глянцевый финиш что ж это было все на сегодня я надеюсь что вам понравилось данное видео надеюсь что я рассказала достаточно полезной информации если вам понравилось данное видео обязательно ставьте пальцы вверх если вам нравится контент моего канала обязательно подписывайтесь также подписывайтесь на мой инстаграм ссылка будет внизу в описании желаю вам доброго времени суток когда бы вы не смотрели это видео и конечно же до скорых встреч и все субтитры сделал DimaTorzok и все субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...